Развитие и большие планы на будущее объединённый авиаотряд принимал в гостях губернатора региона Игоря Кошина. На встрече генеральный директор предприятия рассказал о реконструкции здания аэровокзала и большой работе, которую ещё предстоит совершить. Небольшая экскурсия по аэропорту наглядно показала, что зданию требуется модернизация. Маленькие тесные кабинеты необходимо расширить, второй этаж сделать комфортнее и удобнее. Кроме улучшения условий труда, работников аэропорта интересовал вполне актуальный вопрос – стоимость авиабилетов. Губернатор не раз говорил, что найти авиаперевозчика в малонаселённом регионе очень трудно. Мотивации по большому счёту у других компаний нет. Они понимают, что если они выходят на этот рынок, больше пассажиров не станет. То есть будет оттягиваться загрузка, загрузки не будет ни у ЮТР, ни у новой компании, которая придёт. То есть стоимость билетов от этого не упадёт. Нового партнёра авиаотряд найти всё-таки попытается. Кроме этого, снизить стоимость полётов помогут другие стыковочные города. На сегодня это Москва и Санкт-Петербург – одни из самых дорогих в плане стоимости взлёта и посадки. Пересадка, например, в Нижнем Новгороде, Кирове, Самаре или Калининграде немного снизит стоимость пассажирских перевозок. После гости отправились к ангарам. Гаражи для воздушных судов также требуют обновления, ведь в скором времени предприятие пополнится новинками. Обсудили сегодня вопросы о приобретении вертолёта, небольшого еврокоптера 350-го для выполнения поисковых задач, выполнения санзаданий, когда требуется одного больного перевезти. Также серьёзный спрос есть у нефтяников на такую машину. Игорь Кошин и Валерия Стопчук поговорили и о кадрах. Сегодня большая часть лётного состава и обслуживающего персонала – приезжие. Глава авиапредприятия уверил, что выпускники лётных и технических училищ в округе без работы не останутся.